Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ФАНЦ Илья Нисходовский с нами. На связи Илья Сергеевич, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Читаю одно из последних заявлений инвестиционного банкира Сергея Фурсы. Он очень часто и коротко, четко, лаконично говорит о ситуации внутри Российской Федерации вследствие санкций. Вот приведу его цитату. Он сказал, что уровень жизни в России будет падать, и это будет постепенный, но постоянный процесс. Страна-агрессор сфокусируется на том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс. Сергей Фурса сказал обобщенно, говоря в целом о проблемах внутри экономики Российской Федерации. Илья, а вы какой сейчас отметили бы наибольший урон для российской экономики в целом вследствие санкций, подчеркну? Ну, тут однозначно это санкции против нефти и нефтепродуктов. Например, то, что прекратили некоторые компании работать с нефтяными компаниями России, соответственно, привело к тому, что у них уже до введения санкций было 27% падение доходов. Но введение уже непосредственно санкций по нефти в декабре прошлого года привело к тому, что они получают на 44% меньше доходов бюджета от нефтегазового сектора, чем в прошлом году. Это существенное падение. Просто надо понимать, что фактически 60% всего бюджета России формировался за счет этих отраслей. Поэтому это является самым главным ударом. И то, что мы увидели, например, статистику за два месяца, и там на 30% меньше общие доходы бюджета, а дефицит бюджета, он уже фактически составил 90% от годового плана. Это как раз результат санкции по нефти. Это очень сильный удар, очень правильный удар. Сейчас действуют еще санкции по нефтепродуктам. Идет манипулирование. Между прочим, еще один такой момент, что то, что мы видели, эта статистика, она, конечно, очень, скажем так, для нас приятная. Но это оптимистический сценарий для России. То есть, другими словами, есть возможность определенно манипулировать. Например, сейчас Центробанк активно фактически занимается экспроприацией денег у банкиров. А само правительство России ведет переговоры с бизнесом про добровольные взносы, увеличивает налоги. Поэтому в этом случае, конечно же, у них денег становится катастрофически меньше по сравнению с тем, что было, условно говоря, полгода назад или год назад. И как результат это уменьшает их возможности для того, чтобы вести войну. Относительно жизни населения, то тут сделали очень хитро. Они поддерживают самое бедное население, понимая, что это минимальные затраты, но при этом будет соответствующая какая-то позитивная реакция, потому что эти люди, скорее всего, будут возмущены, когда у них вообще не будет что кушать. Но страдает средний класс. А что такое средний класс? Средний класс — это основа экономики. Это те, кто создают валовый внутренний продукт. Те, кто вытягивает эту экономику. Так вот, средний класс, он страдает катастрофически. Им становится гораздо хуже. Это вопросов их доходов, это вопросов того, что они там выезжают за рубеж для того, чтобы как-то спастись от мобилизации, от того, чтобы была хоть какая-то работа и так далее. Поэтому постепенно, но уверенно, в России россияне, я имею в виду больше средний класс, а не, скажем, самое бедное население, им становится жить все хуже и хуже. Вы начали как раз свой месседж касательно нефти. И добавлю, что Европейский Союз вдвое снизил предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов, я напомню нашим зрителям, чтобы еще больше ограничить возможности Москвы финансировать войну в Украине. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом также пишет Блумберг. По предварительным данным и по его словам, подобные ограничения должны быть распространены на газ. Также министр иностранных дел Эстонии настаивает, что Европейский Союз должен ужесточить санкции в отношении банков и атомной энергетики Российской Федерации. Он призвал блок усилить борьбу с методами обхода санкций, благодаря которому Россия имеет возможность и дальше получать технологии, необходимые для ее оборонного комплекса. Илья, у меня тут следующий вопрос. А почему так трудно и так долго тянется вопрос касательно введения санкций в отношении атомной энергетики? Потому что я помню, что первые месседжи подобные о введении санкций на атомную энергетику звучали от президента Зеленского, как раз когда в самом начале был первый визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Помните? И именно тогда, когда уже публично все начали говорить о том, что Российская Федерация использует ЗАЭС как рычаг давления на ЕС и рычаг запугивания. Почему же до сих пор нету этих санкций касательно атомной энергетики Российской Федерации? Ну, надо понимать, что это безопасность. Очень важные вопросы безопасности. Как результат, во-первых, атомные электростанции, они настроены под определенное топливо. И, соответственно, это топливо только исключительно из России. Если Россия прекратить поставлять, во-первых, это, конечно же, огромный дисбаланс в энергетике определенных стран. Поэтому, например, Болгария выступает категорически против того, чтобы вводили санкции против атомной промышленности, против атомной энергетики России. Но при этом мы прошли определенный путь. Мы смогли в определенной мере отказаться от атомного российского топлива и переходить на американское топливо. Как результат, мы можем показать этот путь. Кроме этого, это вопрос безопасности по обслуживанию этих станций. Потому что, несмотря на то, что они там, например, находятся на определенной стороне, и там работают в основном местный персонал, очень критично это персонал, который приезжает из России. И если этот персонал прекратит приезжать и не будет обслуживать атомные электростанции, опять же, вопрос безопасности. В этом есть сложность. Но мы можем действовать однозначно финансово. Каким образом? Во-первых, мы видим, что Великобритания вела против конкретных лиц, представителей Росатома свои санкции. Мы можем ограничивать определенные расчеты и так далее. То есть, другими словами, Европейский Союз имеет возможность, не затрагивая вот эту техническую составляющую, но понемногу ограничивать Росатом влияние непосредственно на европейскую энергетику. Кроме этого, есть еще вопрос, например, того, что Россия строит атомную электростанцию во Франции. Франция до сих пор не отказалась от этого проекта. Этот проект продолжается. То есть, вот, пожалуйста, это там, где нет вопросов безопасности. Франция, если она откажется сотрудничать с Россией, то в этом случае это также будет довольно-таки сильный удар по российской атомной энергетике с точки зрения получения доходов от этого проекта. Поэтому вопрос очень щепетильный, сложный, связанный с безопасностью. Но мы видим, что есть движение. Мы, например, видим, что по нефти не сразу были санкции, а только в декабре. Почему? Потому что Европа прагматично подошла к тому, что она подготовилась к этому процессу. Она нашла поставщиков. Она построила новые логистические связи. Она даже переплатила очень большие деньги за то, чтобы отказаться от российской нефти и газа. Но она это сделала. То есть, она сделала очень важный шаг в помощи нас. А это стоит сотни миллиардов долларов. Это надо понимать. Сотни миллиардов долларов фактически это удар, который осуществил Европейский Союз по России с помощью своих санкций. Поэтому тут работа в этом направлении ведется. Некоторые страны поднимают этот вопрос. Соответственно, идет разработка, как можно безопасно от этого отказаться. И я думаю, что мы, скорее всего, в следующих пакетах мы увидим соответствующие санкции против Росатома. Я напомню, что около года назад против Российской Федерации США ввели также санкции. США запретили импорт золота из Российской Федерации и ввели санкции против почти 100 россиянных компаний. Позже аналитики-экономисты говорили о том, что это дало очень значительный ущерб российской экономике. Но тут, к чему я это говорю, США и Евросоюз сейчас прорабатывают санкции против бриллиантовой отрасли России. Госдеп об этом сообщил. Представитель Соединенных Штатов и ЕС провели встречу уже с руководителями компаний бриллиантовой промышленности и торговли по ведению эффективных ограничений против бриллиантовой отрасли России. Ну и в частности посол Джеймс О'Брайен и заместитель генерального директора и главного специалиста по вопросам торговли права применения Европейской комиссии Денис Радоне обсудили с американскими и европейскими представителями ведущих бриллиантовых ритейлеров, производителей, лабораторий и отраслевых торговых ассоциаций. То есть очень-очень массовый планируется еще один, образно говоря, пакет санкций именно против бриллиантовой отрасли. Можно ли сейчас уже посчитать в случае успешного введения санкций, посчитать ущерб, я не знаю, либо о последствиях уже говорить? Чего ожидает Российская Федерация, если и эти санкции будут внедрены? Ну, если не ошибаюсь, до 10 миллиардов долларов было получено от этой отрасли, поэтому это также существует в течение всего года. Это большие деньги, но по сравнению с нефтью не такие, это, по-моему, четвертая или третья статья доходов, но она также довольно-таки существенная, поэтому это хороший удар будет. Тут единственное, что надо понимать, я немножко веду, скажем так, разъяснительную, может быть, работу в контексте того, что алмазы — это не только, и бриллианты — это не только украшения. Алмазы используются в промышленности, и это также является определенным моментом, то, что они потом, соответственно, используются в том, чтобы обрабатывать определенные поверхности и так далее. Это первый момент. Второй момент. В Европе одна страна, это Бельгия, она критически зависит от алмазов из России, потому что их отрасли обработки алмазов и бриллиантов, создания — это очень большой объем их бюджета. Они выступают категорически против. А мы знаем, что в Европейском Союзе решения принимают консенсусом. И вот тут необходимо, обговаривая все эти процессы, также подойти к этому вопросу, каким образом можно сделать так, чтобы Бельгия не оказалась на каком-то уровне бюджетного коллапса, потому что поступления очень сильно упадут после такого решения. Но работа в этом направлении ведется. Еще один такой момент. Надо понимать, что алмазы — это более сложные продукты для того, чтобы отследить происхождение и движение. Но при этом алмазы нуждаются в высокотехнологической обработке. Так вот, если производители алмазов будут отказываться от работы с российскими алмазами, это уже будет существенный удар. Поэтому много вопросов. Огромное спасибо нашим международным партнерам Соединенным Штатам Америки, то, что они в этом направлении работают, несмотря на все те сложности, с которыми сталкиваются, когда разрабатываются эти санкции. Ну и финальный вопрос нашего разговора — это обход санкций. Ведь Российская Федерация всячески в каждом вопросе пытается находить либо третьи страны, либо же делать все для того, чтобы максимально обойти те санкции, которые внедрили против Российской Федерации. В свою очередь я добавлю, что позавчера, если не ошибаюсь, 6 марта, да, 6 марта российское грузовое судно «Спарта-4», которое находится под санкциями США, пересекло Босфор и зашло в Черное море, направляясь из Сирии в порт Новороссийск. Как такое возможно? И будет ли какое-то наказание за... Ну, я боюсь осуждать, либо уже делать выводы, но мне кажется, что это именно явная причина помощи какой-то страны обходить санкции против Российской Федерации, не так ли? Я согласен. Это вопрос логистики, это вопрос компаний. Была встреча с турецкими компаниями относительно того, что они продают свою продукцию, точнее даже не так, американскую продукцию, которую они купили, они потом перепродают через третьи страны, например, Азербайджан или Армению, и дальше потом эта продукция поставляется в Россию. Вот эти все цепочки, они отслеживаются. Все эти цепочки, они имеются возможности, потому что осуществляются транзакции. Еще один момент, на который бы я хотел, скажем так, обратить ваше внимание, на том, что без определенного участия государства, то есть это политика государства в том числе, закрывать глаза на возможные обходы санкций. И в этом контексте, соответственно, надо работать и в том числе и с правительствами этих стран. А это что за страны? Это Казахстан, это Азербайджан, Армения, Грузия в том числе, но уже гораздо меньше, но все-таки продолжают участвовать в этих цепочках. Это Турция, страна НАТО, которая также поставляет определенные виды продукции, закрывает глаза на эти цепочки, которые проходят в том числе через ее страну. Это Китай, это Казахстан и так далее. То есть эти все страны, они в той или другой мере способствуют. Но вместе с этим мы видим, что Китай делает определенные шаги, он все-таки готов сотрудничать, он не проявляет инициативу сам. Но когда американцы указывают на конкретные пути поставки запрещенной санкционной продукции с помощью китайских компаний в Россию, то Китай перекрывает эти лавочки. Например, решение по дронам через Алиэкспресс, для которого мог быть закрыт американский рынок, сразу же привело к тому, что российские покупатели не могут напрямую купить дроны там. Относительно суден, тут однозначно поднимается вопрос относительно того, что необходимо по отношению к таким судам, которые осуществляют нарушение санкций, это или конфискация, или огромные штрафы для компаний, которые это допускают. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Очень важно просто также поддержать инициативу Нидерландов относительно создания единого центра отслеживания обхода санкций. В этом случае будет результат. Спасибо вам большое, Илья, за разъяснение, за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню, Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANS, был с нами на прямой связи.